спишь друзья рад всех поприветствовать у меня очередная ночная смена на часах половина второго ночи и сегодня я занимаюсь с автомобилем mercedes gl это уже не для кого далеко не новость видим разобранный передок все это сделано для того чтобы снять радиатор охлаждения двигателя вот наш радиатор он в мертвейшем состоянии забит он просто на глушняк честно говоря если бы он не был в таком печальном тоскливом состоянии можно было бы промыть его не снимая с автомобиля чуть-чуть растопырив вот здесь сверху как я обычно иногда делаю но в данном случае тяжелый случай поэтому я решил радиатор все-таки демонтировать чтобы нормально качественно его промыть почему я этим начал заниматься я в автомобилях mercedes не силен не владею какой-то большой глобальной информации но чуть-чуть покатавшись на автомобиле заметил что автомобиль как только начинает прогреваться до рабочей температуры моментально включается вентилятор и на полной мощности он фигачит прям постоянно при этом температура двигателя держится в районе там 90 градусов принципе он тепловые нагрузки держит но на пределе поэтому недолго думая подразобрал верхнюю часть посмотрел убедился что радиатор в тоскливом состоянии и начал процесс демонтажа радиатора я сразу могу сказать что затея это очень деморойная в некоторых интернет ресурсах в том числе на ю тубе я находил некоторые видео по снятию радиатора на гэле возможно это были дизельные машины ребята там снимали радиатор без снятия бампера но друзья я могу сказать что без снятия бампера здесь это затея наверно ни черта не удастся потому что чертовски неудобно везде подлазить в первую очередь для чего я снял радиатор это чтобы демонтировать вот такой пластиковый кожух который закрывает у нас всевозможные винты крепления радиатора кондиционера и промежуточного радиатора кпп к основному радиатору поэтому без снятия бампера я думаю к сожалению затея скорее всего друзья не получится поэтому берем на заметку и сдергиваем бампер и честно говоря не зря снял бампер потому что под бампером я обнаружил некоторые проблемки по электрической части бампером вот здесь вот перетерт маленько провод силовой поэтому мы сразу все это дело восстановим починим заизолируем и хорошо качественно соберем в обратном порядке так второй провод у нас тоже посмотрим второй провод также внимательно осмотрим и то что надо заизолируем проводку восстановим где-то у меня еще были вопросы по сигнальному проводу где-то я находил еще одну интересную перетертость такую достаточно сильную сейчас что-то я не вижу где-то я находил потом посмотрю в общем вот в этой косе было еще одно место перетертое она прямо перетерлось до до оголения провода и в некоторых случаях ой-яй-яй-яй-яй может быть коротыш в проводке что не хорошо поэтому если у вас автомобиль mercedes gl старенький как у меня не поленитесь кинти радиатор проверьте вот эти провода если надо все заизолируйте и приведите в порядок так основные сложности которые меня поджидали то что касается снятия трубок гидроусилителя ничего сложного здесь нет такие колечки они снимаются отодвигается пластиковый чехол вынимается колечко снимается трубка здесь принципе все нормально проблем нет очень большая сложность у меня возникла с демонтажом шлангов гур здесь вот таких хомуты установлены детей какие-то нестандартные их первый раз жизни вижу таких ему ты это однозначно не toyota однозначно не toyota давайте посмотрим поближе вот такой вот интересный дикий хомут он реально дикий с этой стороны я вообще не смог подступиться чтобы демонтировать тут вообще места не было я там взгрустнул не по-детски и для демонтажа таких хомутов меня очень выручила приспособа вот этот компании gtc я ее купил когда-то давно три года назад но ни разу не использовал потому что не знал зачем она нужна для toyota ских хомутов она нигде не используется а вот на mercedes и друзья вот эта штука божественно просто меня выручила иначе я бы ну не просто не смог это сделать наверное либо пришлось что-то жестко ломать эти хомуты ставить потом винтовые поэтому сразу предупреждаю возможно возникнут проблемы по жидкости гур я сразу взял 2 литра новой жидкости я здесь ее освежу жидкость гура я брал от компании фьюж сейчас мы попробуем посмотреть фьюж титан pcf по допуску как раз под mercedes по антифризу я буду использовать ребята синтек вот такой универсальный какой-то новомодный антифриз супер говорят четкий поэтому в mercedes будет залит антифриз от синтек новой модели по описанию производителя антифриз просто бомба подходит и заменяет все возможные допуски производителей и это как бы их ноу-хау разработка поэтому ну протестим на себе посмотрим сразу жидкость гура также я обновлю пока тут у меня все разобрано по хомутам система охлаждения очень сильно выручили меня вот такие щипцы без них тут тоже тоска поэтому они вам пригодятся ну и такие длинные пассатижи тоже кое-где пригодились в остальном принципе ничего сложного в этой процедуре по большому счету нет я за на эту затею потратил примерно три часа времени с учетом того что я это делал вообще первый раз поэтому например если бы я залез сюда второй раз допустим сдергивать радиатор но это получилось бы я думаю где-то за часок полтора а может и быстрее если бы в две руки я это делал то как бы процесс будет ускоряться так как снять бампер в одни руки маленько проблематично чтобы его не повредить попутно скорее всего я сниму фары и отдам их на полировку и на перелак то есть чтобы мне брали вот это дерьмище затемненный лак и заново их покрыли нормальным обычным лаком потому что ну я не знаю с какой целью их предыдущий владелец затемнял на мой взгляд это порнография откровенная то есть взять испортить нормальные фары ну честно говоря я бы это не подписался в остальном как говорится все идет по плану и думать радиатор и потом буду все это в обратном порядке собирать благодарю друзья за внимание ставьте лайки и дизлайки как говорится комментируйте данную ситуацию если у кого-то есть наработки по этой теме вы конечно же можете в комментариях сразу написать то что об этом всем думает для тех кто хочет написать какую-нибудь похабщину друзья в принципе этот вариант имеет место быть но я вам скажу так что на автомобиле 246 тысяч километров пробега сюда никто никогда не лазил один раз в 10 лет можно себе позволить сделать такую процедуру как говорится можно забить на это все большой болт но я не из тех ребят кто забивает на это большой болт я доведу до ума сделаю и буду спокойно ездить а потом когда я продаю свои автомобили мне иногда задают вопрос через авито а что так дорого а вот на рынке есть машина за миллион четыреста ты там из миллион семьсот продаешь братан ты чего вот для таких умников я делаю видео как говорится для истории что по автомобилю делась зачем почему чтобы потом если вдруг эту машину надумаю продавать пожалуйста без проблем заходите на канал смотрите все работы по автомобилю и понимаете что это за автомобиль сколько энергии сюда вложено и насколько все как бы хорошо работает у меня секретов нет я не чмошный какой-то перекуп который продал купил полирнул и продал как бы под видом что все хорошо причем кстати такие ребята встречаются не в обиду будет сказано иногда выбираешь автомобиля я их выбирал до мерседеса получается очень большое количество по уфе том числе в москву успел как говорится слетать я уже об этом говорил за автомобилями и люди просто нагло врут в глаза то есть я смотрю на автомобиль я вижу косяки но мне продавец будет упорно доказывать что братан ты чё тут все четко да я там все сделал да у меня там все помыто почищена в итоге он просто откровенно треплет своим мохнатым языком таких людей я конечно же не особо уважаю дай бог им как говорится нормальных мозгов и нормальной концепции как надо вообще обращаться с людьми с автомобилями и как жить и действовать по жизни чтобы потом на свою жопу не найти каких-нибудь бед потому что все в этом мире у нас возвращается сделал кому-то говно в три раза потом его получишь больше с этой целью как бы обычно я всегда все делаю хорошо чтобы потом проблем и вопросов ко мне не было то есть стараемся работать максимально грамотно максимально честно максимально открыто чтобы людям было приятно обращаться к такому человеку который сделает все по чесноку и как говорится как для себя не обманет и все будет четко по фэн-шуй таких ребят сожалению мало и я вот даже столкнувшись вопросами сервиса когда я не знаю какие-то моменты я начинаю метаться в поисках куда обратиться чтобы все сделали четко даже готов иногда заплатить какие-то деньги да ну выше рыночные например цены кому-то но чтобы просто все сделали четко и ничего не разъебали когда делают автомобиль даже вот такие работы например они требуют повышенного внимания чтобы где-то что-то не поцарапать аккуратно демонтировать не погнуть не сломать поэтому и времени такие работы занимают большое количество но зато делается все четко и по красоте ну и плюс еще раз повторюсь попутные моменты которые всплывают я заизолирую восстановлю по проводам все сделаю четко но других сервисах например на это просто не обратят внимание да они там скинут радиатор помоет скидают все назад а ты будешь ездить у тебя здесь что-то коротнет где-то что-то сломается и ты будешь искать проблему непонятно где например в одном из прошлых видео показывал что по задней подвеске когда я занимался я нашел провода проводки поврежденные я их восстановил у меня была ошибка по топливному насосу замыкание на массу какого-то там херни вот после того как я провода восстановил у меня эта ошибка ушла из системы управления то есть по топливному насосу какая-то была ошибка и видимо провода отвечали за какой-то датчик на топливном насосе по ощущениям даже машина вроде бы бодрее побежала но это точно сказать не могу могу ошибаться в общем благодарю всех друзья за внимание всем желаю здоровья удачи благополучия ну и хороших автомобилей вашей жизни